Всем привет! Вы на канале Рэкджет, и сегодня я расскажу вам о новом вышедшем обновлении The Bending of Isaac Repentance. Не буду тратить много времени и просто скажу, если вы еще не подписаны на канал, то пожалуйста подпишитесь, это очень сильно мне поможет. Ну что ж, начнем. Достаточно сильно бафнули обычного лазаря. Теперь при смерти он получает множитель урона 1.4 вместо 1.2, и его возрожденная форма получает плюс 5 урона. Также на каждом новом этаже он будет получать свою дополнительную жизнь обратно и может умирать каждый этаж, и при этом его множитель урона будет складываться. Какой-то антилост получается. Также при перерождении вы будете каждый раз терять 1 контейнер сердца, но последний контейнер никто у вас не заберет. Право первородства уменьшили время бонусного урона при перерождении с 3 до 1 минуты, но теперь при каждом возрождении бонус будет снова активироваться. Синий малыш получил новую способность. Теперь при уничтожении кучки кала он будет создавать 1 синюю муху. Считайте, что теперь синий малыш начинает игру с проглоченным брелком маленькой личинкой. И также все сделки дьявола для него стали дешевле. На нитере работают так, как будто у него не синие сердца, а красные. В прошлом, если у тебя были только синие сердца, то все сделки стоили 3 сердца. Или больше. Переработали эффект кровотечения. Теперь он наносит урон в зависимости от скорости передвижения врага. Чем быстрее враг движется, тем больше урона и наоборот. Также, пока на противнике висит эффект кровотечения, он будет оставлять за собой лужу, наносящую урон другим врагам. Мамина бритва теперь облокирует выстрелы и работает на боссов. Камуфляжные трусы теперь дают плюс 0.5 скорости, пока на вас висит эффект маскировки. При выходе из маскировки вокруг Айзека нанесется урон врагам, и он получит очень кратковременный баф на скорость стрельбы и урон. Список препятствий, который и на которые D12 может поменять объекты, стал больше. Плати, чтобы играть, теперь работает на двери, которые раньше требовали два ключа, сундуки и блоки с замками. Также были добавлены специальные спрайты для этих вещей. Нам нужно глубже, Мамина лопата и руна Эуас теперь не создают с 10% шансом ретро-сорковищницу. Вместо этого теперь при использовании этих вещей на определенных структурах тополу, вы в 100% случае создадите вход в ретро-сорковищницу. Маленький Дампи теперь считается спутником и автоматически создает пук от масляного боба, когда вражеская слеза должна попасть по Айзеку, тем самым предотвращая урон. Голова Вуду теперь делает комнату с шипами и награды в них немного лучше. Книга Грехов больше не может создать микро-батарейку, но она все еще может создавать другие версии батареек. Д7 теперь не будет телепортировать игрока при использовании в специальных комнатах. Вес активного предмета пустая карта в пуле магазина повысили, и теперь он будет встречаться там чаще, чем раньше. В пепельные шахты был добавлен новый босс Клач. Борис Свят около 2 долларов. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Спасибо за просмотр. Надеюсь, видео вам понравилось. Если это так, то поставьте лайк и не забудьте подписаться на канал, а также оцените другие мои обзоры. Как по мне, обновление прикольное, но оно как-то оказуаливает игру. Синий малыш, по идее, и должен быть более сложной версией игры для начинающих игроков. Ну, для тех, которые еще не познали горести Лоста и альтернативного Джейкоба. А предметы, которые получили усиление, и должны быть слабыми на самом деле. Потому что так было всегда. В Айзеке есть плохие предметы, средние и самые лучшие. А с каждым обновлением я вижу, что пытаются сделать только каких-то, ну, два вида. Средние и лучшие, что мне немного не нравится. Но это всего лишь мое мнение. А вы что думаете? Пишите в комментарии. Еще раз спасибо за просмотр. И до скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok